Сам по себе Кубинский отдел полиции невелик. Участковые, уполномоченные, оперативники, ПДН, дежурная часть и приданные силы патрульно-постовой службы. А прикрывают они практически третью часть территории района. В зоне ответственности, кроме Кубинского, еще несколько прилегающих поселений. В общей сложности около 900 квадратных километров. День начинается с обзора оперативной обстановки, первоочередных задач, проверки знания правовой базы и соответствия служебных документов. По итогам двух месяцев, в принципе, отдел сработал неплохо. И по линии следствия, и по линии дознания. То есть это преступление не большой тяжести. Значит, по линии дознания было направлено 17 дел на 20 эпизодов. По линии следствия, соответственно, 5 дел. Но вот на март у нас запланировано большое количество дел направления в суд, уже расследованных по кражам из домов. Это основной наш бич. Буквально в декабре была задержана группа из двух человек. Значит, рецидивисты ранее судимые. У одного из них отсидка более 20 лет. Он отсидел в местах лишения свободы. Вернулся. У нас же здесь задерживался, находился в розыске. Вернулся к нам. Проживал в соседнем русском районе. Со своим братом, который тоже ранее судимый, за разбой 7 лет отсидел. Вот вышел. Они вдвоем, в общем, совершили более 50 краж. Это только один рабочий эпизод. За последнее время таких групп задержали несколько. Преступлением, связанным с садовыми товариществами, здесь уделяют особое внимание. Тут почти 300 СНТ, и именно они дают основной массив преступлений. Сказывается и то, что летом за счет дачников число людей в поселении многократно возрастает. Впрочем, приезжих много в любое время года. Кубинка – одна из ключевых железнодорожных станций. Вопрос стоит очень актуальный. Это антитеррористическая защищенность, потому как ситуация сейчас сложная. На территории у нас тут достаточно много военных городков, которые в настоящий момент открыты. Соответственно, доступ туда открыт. Тоже вызывает определенные беспокойства. Там проживают семьи военнослужащих. По понятным причинам мы тоже уделяем этому особое внимание, соответственно, на отработку. Не так давно к пешим патрулям в Кубинке добавили мобильный экипаж. При такой обширной территории это решение оказалось весьма кстати. Управление пошло навстречу отделу, выделив для этих целей дополнительный автомобиль. Положительно сказалось на криминогенной обстановке и серьезная профилактическая работа с населением и председателями дачных кооперативов. В принципе, дало свои результаты, потому что и участковых некоторые граждане, так как они постоянно меняются, эти председатели, увидели впервые. Вот. Буквально месяц назад участковый, находясь на инструктаже, получил информацию, выехали, тут же раскрыли кражу из дома. Двоих граждан Украины задержали и, соответственно, привлекли к ответственности. Вот. Сейчас они ожидают суда. В Кубинке к местной полиции относятся по-доброму. Хорошо работают ребята? Да я, в общем-то, с ней особых контактов не имел, но и так ребята ходят, так видно, что нормально, у меня никаких замечаний нет. Кубинская полиция – хорошо. Мне нравится то, что они полностью контролируют местность. Вот так. Нормально. Главной задачей на ближайшее время в Кубинском отделе полиции считают дополнительное обучение личного состава. Так что скоро на окраинах Одинцовского района станет еще безопаснее. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.